Дрифт-серий Дрифт-серий В Рязани дождь, тренироваться в таких условиях гонщикам не очень нравится Хочется по сухому кататься, в прошлом году катались здесь по сухому, было очень интересно Стеночка, скорость, постановка в гардель И, собственно, из-за трассы, из-за самой конфигурации трассы, все едут достаточно близко друг к другу Будет интересно, но дождь немного все портит Антон Сваринский, Ярослав Гавриков, пилоты команды российской дрифт-серии Есть еще один, Феликс Читипаховян, но сегодня он не приехал, заболел Теперь будет сложнее бороться с соперниками Будем стараться как-то удержаться как минимум на третьем командном месте, а лучше, конечно, уже на первом Амбиции всегда вот такие вот, а по факту как получится, но будем стараться за всех сил Пока еще не занимались, не выкатывались, не смотрели, как что на дороге было Сейчас попробуем прикататься, посмотреть, что изменить В кат под дождем это неудобно Меньше сцепления с асфальтом, пилотам приходится действовать мягче, машины плывут Вот сейчас гонщика развернуло, а остальным пришлось буквально убраться в траву, чтобы не столкнуться Здесь также пришлось выкручиваться Но пока задача одна, что по суху, что под дождем Найти оптимальные траектории и начальные настройки Более-менее равномерный держак Трасса, в принципе, новенькая, ровненькая, асфальт тоже новый И вода распределяется равномерно во всех изъянах асфальта И в целом, как бы, история нормальная, потому что Когда трасса с кочками Где-то ездит держак, а где-то лужа в яме И когда попадаешь в лужу, машина просто начинает плыть и очень тяжело ее сконтролировать А тут как бы все нормально так Ну сейчас надо давление в шинах, наверное, скинуть на поменьше, чтобы зацеп был побольше Пока на этом остановимся, а потом посмотрим, что еще сделать Это Никита Шиков, он следит за тренировкой на парке Скажи этому товарищу на С-15, чтобы не ездить с тобой парные заезды для согласования Он пристраивается сзади, остановись и скажи, что не надо так делать, так не делай Парные заезды – одно из заданий Судьи дают очки за правильную траекторию Синхронные перекладки и близость к сопернику В одиночных заездах ценят скорость, углы, зрелищность и дым из-под колес Я думаю, что судьи будут накидывать пару баллов За то, чтобы к стеночке здесь вот немножечко докоснулся Задним бампером там, либо черкануть спойлером Ну, это как бы красиво, но главное без фанатизма А то у меня в прошлом году был неудачный случай Я там поломал машинку немножко Спойлер один остался, скорее всего, даже у меня Все остальное нет Убраться в стену на тачке стоимостью не менее миллиона – шоу, которое оценят зрители, но не пилоты А он просто держался не очень крепко От ветра ветром сдуло Да ударился то он нигде, просто его вот доставили вот уже таким Ну, это ерунда Рекорд по стоимости машины на сегодня – 8 миллионов, и это не предел Вот этот болид Кстати, никто в пилотоне зарплату не получает Хорошо, когда спонсоры покрывают расходы на задержание команды Гонщикам приходится подрабатывать Пси, ты не знаешь, что так жаско, дорого греется Капот вон, вот я смотрю, поражало Мощность около 500 лошадиных сил Двигатель работает на 7,5-8 тысячах Мотор дорабатывают, чтобы стойкость к нагрузкам повысить В таких режимах частенько что-то выходит из строя Нет, вроде работает, но на холодную лучше работает На холодную он прям мягенький, потом нагревается, и это потяжелее Я так понимаю, на ходу особо не напрягает Ну да Только здесь морковь Ну да, да Пси знает каждую гайку в лицо, но некоторый закручивать не хочет Я его прошу уже полтора месяца поставить Он говорит, оставь А польза есть от спойлера? Ну, если ставить на 140, то, наверное, какая-то есть незначительная польза А так, по сути, это шляпа, да? За руль я не поместился Еще пару раз И я буду выскакивать, как кролик из норки Но и на пассажирском кресле кайфа хоть отбавлять Ваш здоровье В дождь сбоку не хватает дворника Но у каждого здесь свои доработки, которыми команды не спешат делиться Угол кастера, там, угол Акермана, все эти углы, да? Их надо грамотно выставить под трассу, под длину трассы, под скорость трассы Есть, конечно, какие-то предпочтения команд, которые разрабатывают свои конфигурации подвески, как было бы им удобней Соответственно, я думаю, что об этих конфигурациях никто не будет распространяться А между собой пилоты делятся опытом Это не Формула 1, где гонщики одной команды могут годами не здороваться Берасе, я вообще не так Ну я просто чуть-чуть скатался уже Ну короче, не туда ставишься, ты туда ставишься, а потом туда На газу, на клоче, с ручника – все это способы постановки машины в дрифт. Основных приемов 10. Используются они в зависимости от конфигурации трассы и мощности двигателя. Главное, если с клоча ставится, то чуть внутрь брать, чтобы можно было доехать туда, потом жёг я ручничком. Лично я пока всем доволен, но нет предела совершенства, конечно. Катался-катался, не понимал, что делал по-мокрому. В итоге с сокоманником прокатился, с Ярославом Гавриковым. Понял, что куда попадать, потому что у него траектория одна из самых лучших всегда. По настройкам, по настройкам. Да по сути ничего, не ковырялись, не искали. Просто приспустили давление в шинах и подобрали саму резину. В дождь на одном комплекте резины можно проехать не один десяток кругов. По сухому горячему асфальту два новых баллона до пять кругов. На бэушке сейчас не поездишь. Времена не те, да и мощности возросли. Если будет сухой асфальт, да, надо будет приказываться к нему заново. Потому что всё то же самое, только нагрузки больше, скорость больше. Итак, что мы сегодня имеем? Мы имеем понимание того, что тут нужно делать. Мы имеем необходимые настройки для обеих машин. Немного потренились в парах и выявили, над чем нам дальше работать. И, собственно, работаем. А вот и всё. Ну, вообще, вы договорён сегодня или нет? Ну, конечно, ради этого-то и живём.